Информационный портал Правометру Начинает последнюю видеоконференцию 2019 года, декабрьскую Она у нас не простая, а специфическая Связанная с тем вопросом, который вынес на обсуждение И теми экспертами, с которыми мы сегодня будем взаимодействовать Представляем наших участников Перемещаемся в Волгоград Юлия Севастьянова Имеет статус адвоката Кандидат юридических наук Состоит в адвокатской палате Волгоградской области Юлия, добрый день Здравствуйте, коллеги Приветствую всех Второй адвокат Более со значимым опытом Участия в наших видеоконференциях Из Челябинска Александр Коршунов Интересуются медицинской респруденцией Неоднократно с ним взаимодействовали В рамках данного формата Александр, приветствую вас Добрый день, уважаемые коллеги Добрый день, уважаемые зрители Итак, как я уже сказал У нас сегодня Декабрьская завершающая Видеоконференция сезона 2019 года А у нас она По счету С начала работы сервиса 138 И 26 2019 Года Как я уже сказал Тематика сегодняшней Видеоконференции Весьма специфическая Мы будем выяснять А имеется основание Говорить об уголовной Ответственности Экспертов Качества Медицинской помощи По статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации Поэтому сегодня И адвокаты Являются Активными участниками Нашей видеоконференции Как всегда От меня Небольшое Вступление Итак Напомню На всякий случай О том, что есть Статья 307 Уголовного кодекса Которая Вводит уголовную Ответственность За заведомо Ложное заключение Либо показания Эксперта И показания Специалиста Законодатель Пошел дальше В декабре Текущего года Государственной Думы Внесены Изменения В 307 Статью Уголовного Кодекса России Какие? Смотрим на слайд И видим То, что у нас Зачеркнуто Зачеркнуто Будет Заменено Следующим выражением В ходе Досудебного Производства Что такое Досудебное Производство Обратимся К УПК РФ Это та стадия С момента Получения Сообщения О преступлении И до момента Направления Прокурором Уголовного Дела В суд Для рассмотрения Его по существу Кроме того Согласно УПК РФ Статья 144 Порядок Рассмотрения Сообщения О преступлении Следователей Остальных категорий Не будем брать Для краткости В праве Назначать Как судебную Экспертизу Так и требовать Производства Документальных Проверок Ревизии Исследования Документов Привлекать к участию Специалистов Самое важное То, что Полученные В ходе проверки Сообщения О преступлении Сведения Могут быть Использованы В качестве Доказательств По уголовному Делу Это небольшое Вступление А теперь Мы с вами Уважаемые Коллеги Имеющие Статус Адвоката Должны Выяснить Можно ли Говорить О том Что имеет Место Досудебное Производство Если следователь Поручает Страховой Медицинской Организации Территориальному Фонду УМС Провести Экспертизу Качественной Медицинской Помощи Оказанной Застрахованному Лицу И первым Я предлагаю Ответить На этот вопрос Александру Коршунову Давайте Послушаем Его Профессиональное Мнение Пожалуйста Александр Ну я бы тут Коллеги Разделил Два Возможных Варианта Развития Событий Это то есть Когда Эксперт Качества Медицинской Помощи Наделяется Процессуальными Полномочиями Эксперта Именно в том Ключе В котором Это трактует Уголовно-процессуальный Кодекс То есть Когда Следователь Своим Поведением Назначает Экспертизу Ставит Вопросы Перед Экспертом На которые Необходимо Ответить Именно Вот в рамках Уголовно-процессуальных Эксперт Качества Медицинской Помощи Становится Экспертом Который Проводит Судебно-медицинскую Экспертизу По УПК Такой вариант Возможен Я полагаю Потому что Помимо Государственных Судебных Экспертов У нас Можно Привлекать И условно говоря Негосударственных Экспертов Есть такая Возможность Я честно говоря Вот слабо себе Представляю Как следователь Может Страховой Компании Или территориального Страхования Медицинского Дать поручение Провести Экспертизу Именно Качество Медицинской Помощи Но теоретически Наверное Такой вариант Тоже Возможен В этом Случае Я полагаю Что если Эксперт Не предупрежден Об уголовной Ответственности По статье 307 То он Уже не является Экспертом Как таковым Уголовно-процессуальном Смысле Вот собственно Два таких Варианта Я вижу И Ну и да И то и другое Происходит В рамках Условно говоря Доследственной Проверки Как это мы Называем И Ответственность Эксперт Будет нести В любом случае Только в одном Случае На мой взгляд Он будет Ее нести Как эксперт В уголовно-процессуальном Смысле А в другом Случае Все-таки Раз он не введен В качестве Эксперта В процесс Он Либо в качестве Свидетеля Допрашивается Потом Либо в качестве Специалиста И вот тогда Уже предупреждается Об уголовной Ответственности Опять же По 307 Статье Но уже Специалист Либо как Свидетель То есть В обоих случаях Да Ответственность Александр Вы уже Спешите Впереди Паровоза Это второй вопрос Который Выставил На нашем Ну как-то Вот так Получилось А давайте Ответим еще Вы сказали В рамках Доследственной Проверки Я Оперировал Понятием Из УПК РФ Это Досудебное Производство Имеет ли место В данном случае Да Имеет Доследственная Проверка Это как раз Это такое Непроцессуальное А больше скажем Народное Адвокатское Название Это период С подачи Заявления О преступлении И до возбуждения Уголовного дела Либо отказа В возбуждении Уголовного дела То есть На этой стадии Уже может быть Назначена Экспертиза Судебно-медицинская Как в нашем случае Это Либо Судебно-медицинский Исследователь Исследование И перед экспертом Ставятся уже Какие-то вопросы Без которых Невозможно Рассмотреть Медицинское Дело Спасибо Александр Прежде чем Дать слово Юлии Я хотел бы Чтобы она Акцентировала Внимание Не на статусе Эксперта Качества Медицинской Помощи Когда Ему поручается Проведение Судебно-медицинской Экспертизы А когда В рамках Именно Как сказал Александр До следственной Проверки Дается поручение ТФОМСу Страховой Компании Провести Ревизию Медицинской Документации Пожалуйста Коллеги Ну я считаю Что Это имеет место Быть Разумеется И это будет Являться Одним из доказательств Другое дело Что противоположная Сторона Будет искать Слабые стороны Да Вот в таком Доказательстве Там с точки зрения Объективности Законности То есть Так как Ну это явление Относительно новое То конечно И Каких-то Слабых Сторон Конечно Есть шанс Что будут найдены Да Вот эти вот Слабые места Поэтому я считаю Что такая практика Имеет место быть Можно ли считать Доследственной Проверкой Досудебным Производством Не поняла Доследственная Проверка Досудебное Но у нас Есть УПК Понятие Досудебное Производство Вот когда Повыщение идет Именно Эксперту Страховой Компании Либо Терфонда Это именно Данная стадия Ну во-первых Досудебное Производство Это Универсальное Понятие Которое Действительно В себя включает Следствие Непосредственно После возбуждения Уголовного дела И Вот эту проверку По сообщению О совершении Преступления Я так понимаю Мы сейчас говорим О периоде Вот с момента Сообщения О совершении Преступления И до вынесения Проциального вопроса Либо о возбуждении Уголовного дела Либо Либо об отказе В возбуждении Уголовного дела То есть Ну в принципе Следователь Может Да Он наделен Такой Возможностью И если Сообщение О преступлении Поступило То все Тогда это Уже Процессуальная Стадия А какие Доказательства Будут Какие Компоненты Ну соответственно Усмотрение Следователя Другое дело Что противоположная И сторона Может всегда Найти Ну Некие Процессуальные Нестыковки В таком Доказательстве И попросить Проведение Уже Полноценной Комплексной Экспертизы Юлия Вы знаете Я считаю Что по Вот этой Категории Медицинских Споров В том числе Уголовных Вообще Говорить О неком Домоколомече Для экспертов Наверное Преждевременно Потому что Сама Статья 307 Гласит Есть оговорка Примечание Что Если эксперт До момента Вынесения Приговора Либо судебного Решения Добровольно Сообщит О том Что Вот он Вынес Такое Ложное Заведомо Ложное Экспертное Заключение То он Освобождается От уголовной Ответственности Это безусловно Палочка Выручалочка Для экспертов То есть Собственно Законодатель В уголовном Праве Сделал Все для того Чтобы минимизировать Риски Для экспертов И я Честно говоря Не знаю Прецедентов Когда бы Эксперты Привлекались К уголовной Ответственности За заведомо Ложные Заключения Поэтому Мне кажется Что Риск Реальный риск Массового Привлечения Экспертов Он невелик Ну и Более того Кто будет Инициировать Привлечение Уголовной Ответственности Скорее всего Это потерпевшая Сторона Получается Что тогда На потерпевшей Стороне Двойное Бремя Доказывания С одной стороны Доказывать В рамках Уголовного Дела Что Ну например Отказали В возбуждении То есть Бремя Оспаривания Действий Бремя Обязанность Добиться Того Что все-таки Уголовное Дело Было Возбуждено А второе Еще и Бремя Привлечения Экспертов Уголовной Ответственности То есть Какая-то Ну Такая Двойная Обязанность Поэтому Я думаю Что у Потерпевших Просто Ну не хватит Ни процессуальных Ресурсов Ни материальных Чтобы Как бы Вести войну На два фронта И со следствием Воевать Еще и Эксперты Пытаться привлечь К уголовной Ответственности А давайте Теперь Послушаем Александра Существуют Лирийские Привлечения Экспертов Качества Медицинской Помощи К уголовной Ответственности С учетом Вот этих Изменений В уголовном Кодексе Ну я Уже В ответе На предыдущий Вопрос Фактически Ответил Да Что теоретически Такой Риск Есть Он И существует И в качестве Если Эксперт Привлекается В качестве Процессуального Эксперта Ему назначается Судебно-медицинская Экспертиза В рамках Процесса И есть Этот риск Если Не были Соблюдены Процессуальные Формальности Но есть Заключение Какое-то Да Экспертиза Качества Медицинской Помощи И Это Является Доказательством В уголовной Процессе Это заключение И в этом Случае Допрашивает Следователь Либо суд Эксперта В качестве Свидетеля Либо в качестве Специалиста Но эти Риски Они Действительно Скорее Теоретические Потому что Я вот так Думаю Что Вменяемый Следователь Он не будет Обращаться К эксперту Качества Медицинской Помощи По одной Простой Причине Потому что По медицинским Делам Необходимо Не только Установить Имел ли место Дефект Качества Медицинской Помощи Но и Установить Последствия То есть Причина Смерти В обязательном Порядке Либо Степень Не характер Причиненного Вреда Здоровью Это У нас В обязательном Порядке По таким Делам Устанавливается Ну и Само Собой Причинно-следственную Связь То есть Вот эти Вот три Момента На них Эксперт Качества Медицинской Помощи Но если Я увидел Такое Заключение В деле Я бы Наверное Все-таки Максимально Попытался Его Опорочить И Добиться Назначения Условно Горя Нормальной Судебно-медицинской Экспертизы Ну в Государственных Учреждениях Экспертных Вот Так что На практике Я думаю Что наверное Ничего не Изменится В этом Плане Как таковой Риск Он чисто Теоретический Риск Как таковой Чисто Теоретический Значит Я правильно Понял Что Экспертам Качества Медицинской Помощи Рвать на себе Волосы Пока Не следует И писать Заявление Чтобы их Исключили С данного Регистра Так Александр Совершенно Верно Юлия Да Риски Теоретические Пока Риски Теоретические Спасибо Не зря Я Адвокатов Пригласил На эту Специализирование Конференцию Потому что Вопросы Уголовно-профессионального Законодательства Все-таки Это Их Хлеб И мы Совместно Можем Успокоить Экспертов Качества Медицинской Помощи Какие-то Риски Появились Они пока Незначительные Соответственно Если появится Какая-то Судебная Практика Я Юлия Либо Александр С удовольствием Эту тему Обсудим Правильно? Обязательно Безусловно Челябинск И Волгоград Спасибо за то Что нашли время Пообщаться С городом Омском Вас С наступающим Новым годом И спасибо За Вашу Позицию За обоснование Ваших Доводов За разъяснение Законодательства Юридические вопросы С наступающим Новым годом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин